МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В студии телеканала первокармянинские новости. Для вас работает Саят Балумакаев. Началь выпуска. Коротко о главном. Кармянинские инвалиды, по слуху, остались без турдопереводчиков. Возмущенные горожане потребовали объяснений от отдела занятостей и социальных программ. Главная цель Центра компетенций – повышение международной конкурентоспособности и подготовка высокопрофессиональных специалистов. Глава региона Ирлан Кушанов посетил технико-строительный колледж Караганды. В Караганинской области многодетные семьи получат 50-процентную скидку в детских садах с 1 сентября. Власти рассказали о том, как выполняются поручения главы государства о поддержке многодетных и малообеспеченных семей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Караганинские инвалиды, по слуху, остались без турдопереводчиков. Из-за проволочек в тендере городской отдел занятости и социальных программ не может оплатить услуги индивидуальных помощников. Возмущенные инвалиды потребовали объяснений от чиновников. Житель Караганды Егор Дорченко без турдопереводчика не может посетить ни поликлинику, ни государственный орган. И если в магазине еще можно обойтись блокнотом, то в учреждениях требуют переводчика. Вот только индивидуального помощника Егору пока не видать. Без переводчика даже не принимают. Плюс глухонемой приходит, разговаривать не может. Пишет тяжело, подробно что-то объяснит. Глухие ноги неграмотные, им не ясно, что от них требуется. Переводчик помогает, чувствует быстро, как что сказать, объяснить. И очень удобно. Мы пришли бастовать, что переводчики нам нужны, пусть работают. Таких, как Егор, инвалидов по слуху, кому требуется индивидуальный помощник в Караганде, проживает порядка 350 человек. Их обслуживает 20 специалистов жестового языка. Чтобы не оставлять людей без работы, на два месяца был продлен прошлогодний договор. Но уже весь март сурдопереводчики будут сидеть дома. Еще эти два месяца, январь и февраль, мы переводили глухонемую. Теперь они затянули, какие-то были ошибки, тендер не прошел. В марте они говорят, мы только его подали на объявление. Пока будут заказчики, пока документы. И говорят, в март вы остаетесь без работы, без зарплаты. А в апреле только уже после всех этих проволочек будете предоставлять услуги перевода. Получается март, идите сидите дома, все. Все дело в нарушениях, с которыми был проведен тендер в феврале. Инспекция финансового контроля зафиксировала ошибки в технической спецификации. В результате итоги были оспорены. Конкурс не состоялся. Итоги будут 20-го числа. До 20-го числа мы в индивидуальном порядке будем решать вопросы именно инвалидов по слуху, а именно по оказанию услуг специалистов жизни. В городском отделе занятости и социальных программ пообещали, что на март заключат с сурдопереводчиками индивидуальные договоры на общественные работы. Это должно обеспечить их работой, а также снять социальное напряжение среди инвалидов. Миром Гульсал Кимбаева, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Шахтинская предпринимательница не может согласовать с городскими властями проект по реконструкции снесенной несущей стены. А без этого строители не могут приступить к работе. Эта проблема обсуждалась на заседании Комитета строительства региональной палаты предпринимателей Атамике. В сентябре прошлого года жители многоквартирного дома в Шахтинске были не на шутку обеспокоены строительными работами в продуктовом магазине на первом этаже. Хозяйка помещения снесла несущую стену, чтобы увеличить торговую площадь. В административном суде бизнесвумен признали виновной в административном правонарушении и назначили крупный штраф. Деньги в бюджет выплачены, однако работы по восстановлению стены так и не начаты. И виноваты в этом городские власти, заявили на заседании Комитета по строительству региональной палаты предпринимателей Атамикен. Сделала соответствующие все документы, проект. Теперь этот проект надо пройти экспертизу. Для того, чтобы пройти экспертизу, надо согласование местноисполнительного органа получить. На что она не может на данный момент получить это согласование. В конкретном случае мы намерены обратиться в суд. И решением суда уже начать эти процедуры по усилению данного дома, тех конструкций, которые она снесла. Еще полгода назад в магазине сделали усиление. Специальная металлоконструкция предотвращает дальнейшее проседание плит. Однако необходима полная реконструкция. В региональной палате предпринимателей намерены обратиться в Шахтинскую городскую прокуратуру для ускорения процесса принятия проекта. Ну тут как раз столкнулись, как говорится, противоречие между требованием АПЗ и разрешительной процедуры госэкспертизи и ГАСКИ. Естественно, чиновники не хотят на себя брать ответственность и не выдают АПЗ. Я так думаю, мы сейчас обратимся в Акимат Шахтинская и прокуратуру Шахтинская, чтобы они пришли к какому-то единому мнению и из этой ситуации нашли выход. Потому что дом, естественно, надо или усилять, или восстанавливать. Но восстанавливание невозможно. Скорее всего, надо сделать соответствующее усиление. На заседание комитета строительства также предостерегли карагандинских бизнесменов от необдуманных поступков в плане перепланировки своих помещений, чтобы потом не тратить силы и средства на различные разбирательства и восстановление разрушенного. Андрей Тенайден Жакан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Аким Карагандинской области Ерлан Кошанов ознакомился с работой Центра обслуживания студентов и Центра компетенции технико-строительного колледжа. Глава региона отметил, что главная цель Центра компетенции – это повышение международной конкурентоспособности, профессионального образования и подготовка высокопрофессиональных специалистов. Центр обслуживания студентов, который заработал в Карагандинском технико-строительном колледже, намного облегчит студентам процедуру получения необходимых справок. Здесь можно получить более 40 видов государственных услуг. Отмечается, что до 2020 года в Казахстане 90% услуг будут оказываться в электронном формате. Открытие центров обслуживания студентов даст возможность развитию информационной открытости и прозрачности учебного процесса и созданию среды, нетерпимой к проявлениям коррупции. Раньше, чтобы получить адресную справку, справки о несудимости, нам нужно было отстаивать очереди. Сейчас с появлением центров обслуживания студентов стало намного удобнее. То есть мы просто приходим с электронной цифровой подписью, нам выдают нужные нам справки. Глава региона Ерлан Кушанов также посетил центр компетенций, открытый в колледже. Главная цель таких центров – это повышение международной конкурентоспособности профессионального образования и подготовка высокопрофессиональных специалистов. В этом колледже представлены более 50 компетенций строительной отрасли. Это электронный тепловизор, который отвечает за теплообмен и теплоотдачу в поверхность здания и сооружения. С помощью тепловизора мы можем вытеслить точку росы, тепловые массы, влажность и температуру помещения. Мы можем просто взять и определить центр этого помещения. Каждая лаборатория, каждая мастерская оснащена современным оборудованием. Здесь применяются новейшие технологии, позволяющие подготовить высококвалифицированных специалистов. Преподаватели колледжа прошли обучение согласно международным стандартам. Сегодня хотелось отметить, что наши студенты, наши конкурсанты могут участвовать и достигнуть больших высот показателей на международном уровне. То, что нужно сегодняшний Казахстан. И я думаю, что мы эту цель, эту задачу выполним. В ходе визита было отмечено, что глава государства всегда уделяет внимание на качество образования и трудоустройство студентов. Этот центр компетенции отвечает всем современным вызовам, связанным с переходом на индустрию 4.0, отметил Акимобласти. Благодаря таким центрам молодые люди получают рабочие специальности. Они востребованы и конкурентоспособны. Напомним, что глава региона Ерлан Кушанов распорядился открыть центры компетенций во всех моногородах Карагандинской области. Андрей Тензо, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Рабочая группа по борьбе с коррупцией партии Нур-Отан организовывает прием граждан. Председатель специальной рабочей группы сенатор Оралбай Абдакаримов с рабочим визитом посетил Карагандинскую область. Гульзат Шахым – мать семерых детей, обладательница подвески Алтыналка. Она приехала из поселка Жайрем. Ее старшие дети учатся в Караганде, младшие ходят в Жайремскую школу. В своем родном поселке она много лет стояла в очереди на жилье, дождалась двухкомнатной квартиры. Однако документы не готовы до сих пор. Гульзат боится, что ее квартиру могут отдать другому очереднику. Представители областного филиала партии Нур-Отан намерены обратиться в администрацию города Каражал, чтобы местные чиновники оказали содействие в оформлении квартиры. Основная проблема, с которой обращаются жители региона – это жилье. Также к сенатору обращались просьбы о трудоустройстве сельской молодежи, экологической чистоте, поддержке сельского хозяйства. Сенатор Оралбай Абдакарим заявил, что все вопросы должны решаться в рамках государственных программ. Он также отметил, что доведет всю информацию до компетентных органов. В Каравинистской области приступили к реализации поручений главы государства, которые он дал на очередном съезде партии Нур-Отан. Это и увеличение материальной помощи, малообеспеченной многодетным семьям, и решение жилищного вопроса. Руководители областных управлений рассказали о проводимой работе. Упрощение получения, а главное увеличение размера адресной социальной помощи – это одно из главных поручений данной главы государства на очередном съезде партии Нур-Отан 27 февраля. Управление координацией занятости и социальных программ Карагандинской области уже проводит работу, согласно этому поручению. В частности, уточняются списки нуждающихся. Новые критерии адресной социальной помощи планируется ввести с 1 июля 2019 года. Получатели адресной социальной помощи, претендующие на новый формат данного пособия, должны обращаться в центры занятости. Это в городах и районах центров занятости, а в сельских населенных пунктах, начать в аппараты Акимов, сельских округов и поселков, где, соответственно, будет вестись прием документов. В течение сейчас двух месяцев мы будем осуществлять подворовой обход семей, для того, чтобы выявить те семьи, которые претендуют на данный вид пособия. Если изменения, касающиеся адресной социальной помощи, будет внедрено уже летом, то остальные требуют большего времени для подготовки. К примеру, 50-процентная скидка для посещения детского сада начнет действовать с 1 сентября. Например, если привести по Караганде пример, то стоимость ежедневной оплаты составляет 11 тысяч тенге. Если будет ходить два или три ребенка из одной семьи, то, понятно, 35 тысяч семье это накладно. Поэтому вот 55-процентная скидка на второго-третьего ребенка. Поэтому мы подали эти предложения и внесли изменения в утвержденные правила. Поэтому сейчас, как только это все утвердится, с 1 сентября 2019 года эта норма будет введена. А вот бесплатные путевки школьники из многодетных и малообеспеченных семей получат уже предстоящим летом. В брифинге принял участие и руководитель областного управления строительства. Тайхан Калмаханов отметил, что уже в нынешнем году в области будет сдано 486 арендных квартир и 480 кредитных квартир. Как вы слышали, Иван Жаканч на отчетной встрече дополнительно изыскал возможность и по кредитованию жюст Росбербанка. На эти цели с областного бюджета предусмотрен 1 миллиард тенге, по льготной ставке 2 процента и первоначально взносит 10 процентов, по которому многодетные семьи и неполные семьи, состоящие в очереди на получение жилья, могут воспользоваться этими инструментами господдержки и приобрести жилье не только на первичном рынке в городе Караганде, а по месту прописки в регионе за счет покупки вторичного жилья, рынка вторичного жилья и даже недостаточно у домов. О механизмах получения кредита рассказал один из руководителей филиала Жилстройсбербанка. Участники брифинга отметили, что все поручения президента приняты в работу. Напомним, что на съезде партии Нуратан глава государства говорил о насущных социальных проблемах. Им принято решение о выделении дополнительных средств из национального фонда. Андрей Тенаман, Кужанов Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Самые успешные молодые карагандинцы встретились со студентами Государственного технического университета. Они рассказали о своем жизненном пути и призвали молодых людей к прагматизму, креативному мышлению и быть готовым к переменам и различным вызовам. Проект «Улыда-Лажа-Старе» направлен на развитие личностных качеств, реализацию потенциальных возможностей и способностей человека. Приоритетом является решение многих вопросов, в том числе направленность на воспитание здорового прагматизма и практическое применение знаний в жизни, восприимчивость к лучшим достижениям, открытость сознания, готовность к переменам. Об этом шла речь на встрече со студентами Государственного технического университета. В рамках этого проекта наш университет решил организовать данное мероприятие, в котором будут участвовать именно наши студенты, наши выпускники, выпускники, которые добились больших высот, которые вносят огромный вклад в развитие нашего региона, нашей страны. Только на личном примере мы можем показать нашим студентам о том, кто такой успешный гражданин Казахстана. Гражданин Казахстана на нынешнее время прагматичный, конкурентоспособный, ответственный. Председатель областного филиала молодежного крыла Жасотан Нуржан Житпизбаев, менеджер республиканского штаба проекта «Года молодежи» Ярнар Макашев, президент областной федерации ММА Владимир Абросимов и многие другие гости рассказали студентам о своем жизненном пути. В качестве слушателей выступили студенты первых курсов университета. Оно именно акцентировано на студентов, на нас, потому что я тоже студент, мне это очень интересно. Программа подразумевает именно развитие внутренних качеств, развитие лидерских качеств, промышленного мышления, предпринимательского мышления и, конечно же, развитие различных языков. Для меня, для студента это очень важно. Я думаю, что нужно развивать, чтобы стать перспективным лидером нашего государства в будущем. Стоит отметить, что в рамках программы «Рухани Жангаро» реализуются четыре основные подпрограммы. Это «Торбиежине Белем», «Атамикен», «Рухани Казана» и «Акпара Толканы». Андрей Тенаман Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Это были все новости к этому часу. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 42-06-49, телеканал Первый Карагандинский. Пусть ваши новости всегда будут хорошими. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова